Стартовала международная неделя инновационных идей Innovicus, которая традиционно ежегодно проводится Министерством инновационного развития. Тема этого года – зеленые инновации для устойчивого развития. Марафон технологического развития Technowaze ежегодно организуется в рамках недели и будет проходить в течение трех дней. У большинства молодежи есть научные проекты и инновационные разработки, но им не хватает навыков для реализации их на практике. Марафон технологического развития Technowaze стартовал с целью поиска решений проблем, волнующих молодых людей, повышения их инновационных, технологических, а также научных знаний, оказания практической помощи в поиске стартап-проектов. Марафон технологического развития, который уже проходит третий год подряд, мы собираем под одной крышу всех молодых инноваторов по всей стране. Если третий год подряд мы проводим это мероприятие, есть очень хорошие и успешные компании, которые превратились в производителей, есть ребята, которые только-только развивают. Не всегда для них есть готовый рынок для инновационного продукта, поэтому мы стараемся всячески поддерживать их не только с точки зрения юридического или финансового, но тут еще имеет большую роль маркетинговая поддержка, тут имеет роль поддержка уже успешных других ребят, которые уже себя реализовали, свои продукты, они своими знаниями делятся с другими нашими ребятами, тем самым это такой продолжительный цикл. Начиная с этого года, марафон прошел во всех 12 областях республики. Сегодня проходит финальный республиканский этап, где свои самые лучшие инновационные проекты представят около 80 участников. Представляю проект беспилотного летающего аппарата, предназначенного для тушения пожаров. Этот дрон может автоматически обнаруживать и тушить пожары. Он оснащен пневмопушкой, в которой находится капсула, содержащая в себе определенную роду жидкость, которая тушит это возгорание. На данном проекте я работал со своей командой порядка полугода, мы провели различного рода испытания. Также при надобности можно снять пушку и установить туда специальный опрыскиватель. Можно использовать этот дрон в сельском хозяйстве, то есть это является уже такая специализированная платформа для различного рода подвесов и решения задач в условиях города и сельской местности. После церемонии открытия первая группа участников представила свои проекты. Лекции и тренинги организовали опытные спикеры в рамках марафона технологического развития. В частности, они провели мастер-классы по формированию идеи перед стартапом, а также у инноваторов была возможность получить необходимую информацию о процессе доведения стартап-идей до состояния инновационной разработки и монетизации.